хэйо гай с вами шумки мы продолжаем ради тиру под названием children immortal ну что в принципе мы с вами немножко прошли по сюжету собирать три разных гриба чтобы вылечить волчонок а будем мы с вами выполнять данный квестик в пещере ну как раз и по сюжету мы тоже идем в пещеру блин жалко то что не могу дальше продолжить сразу за нее играть там с тем же предметами которые у нас уже есть просто если бы мы дальше могли продолжить мне кажется это был бы имба просто божественной начать до смерти играем до смерти если мы умираем меняем на другого персонажа понятно что следующий персонаж это будет ее брат младший потерянные рвы 2 из 3 если там было всего лишь два уровня здесь этих 3 них видите нет активок на самом деле если так подумать лучше конечно за ее отца сыграть и зафармить этот активку хотя если активку за нее за форму и тогда смогу вообще сделать все что хочу короче вариант главное до восьмого уровня вкачивать всех персонажей она темно опытом очень медленно фармиться кстати если мы видим гоблина в твои гоблины видят нас почему-то ху блин попадает по мне я по нему нет голоден 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 мне нужно больше золота может ли тело выдержать игру разумом вот он вот он о ком я вам говорил вот эти чертовы маги которые создают проблемы они откуда-то влазит только я пойму откуда чтобы не дали вот что-то выпало но мне ничего не дали главное еще наперед стрелять активкой атакуешь летучая мыши на тебя не атакует чем в эпицентре взрыв происходит тем больше урона я наношу противный чел противный опасный человек это из этой доски верно падает враги убилеть чем дальше они заходили тем больше опасности возникало на их пути даже смерти лишили права на покой ой 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 мали надеюсь пассивку дадут пассивка кто мог обладать такой могущественной вещи создают тучу которая время от времени бьет врагов молнии а где хилл но если верить рисуночку то мне должен был дать хил и что это за камешек а значит там тупик поэтому лучше на полке формится пока что возможно тучка что же сделает это тучкам хотя если ультра сложный враг будет мы это проверим у ее сестры на самом деле там прикольная атака короче чем ты дольше стоишь и атакуешь тем быстрее у нее скоро стать я помню я так стрелял словно пулемет просто труту тут у тут у тут у тут у тут у тут у и все врагов нету а что происходит у меня мышка сломала они все он мне просто сам по себе стрелял приколом ой ой а че их более-более-более-более-более-более уходи-уходи хотя а этой был дамах я могу тип он сейчас закончится есть только ты будешь произойдет но перезаряжается быстро на эффективность таки себе этого оружия ура убив много врагов убив много врагов связаны ударе вы начинаете носить урон от молнии связками не знаю как она работает посмотрим я просто не пойму что значит связками эти двери перестану заставляет врагов перестать на меня агриться если я за ними так вам пойдем за эти врата но это же бабулька что за странное дело завели бабулю так далеком воля рей напомнила эти неподвижные облеси и поможет старожанам аниме глубоко прощактала маргарет так помните что там бергер пришли вернуться домой чтобы понять что произошло тик 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 облесть время увеличить скорость предвещения вот короче эти фонтанчики теперь можно активировать что-то за фигня что-то что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она всегда находила время для своих детей, но сейчас отвлекала бабушку не стоило. Монетки, монетки, монетки... Я не имею при себе руны. На самом деле, если противник на одном месте стоит... То, я думаю, проблем не должно составить... Что-то за таком мы повышать урон основной... Совершенно максимальное здоровье... Надо было не брать... У меня, потому что и так нету... Здоровье... Да, за ней просто держишь дистанцию и все... Продолжение следует... Продолжение следует... Плюс еще... Дальше не с нами... Ну, блин, хотя бы проверить, как эта ульта работает... Длительность 8 секунд... Вот, короче, у Магички что-то вот... Такое же... Только при этом скорость атаки увеличится... Вы открыли Ярость Стража... Теперь основная атака по полной шкалу Ярости... Заполняю шкалу... Вы сможете активировать Ярость Стража... Нажмите, которая хорошо... Я не знаю, что-то за печать... Пока что я не буду якулировать... У меня, в принципе, все предметы есть, чтобы сдохнуть побыстрее... Голден... Голден... Голден айтем... Голден айтем... Устав от того, что его называли... А, то же самое Я же руны просрал... Ну, какая то-что? Создает область, которая замедляет врагов и наносит им урон. После подбора сферы здоровья она время увеличивает вероятность нанести критический урон. Увеличивает, уворачивается удара, вы наносите урон молниями. Когда у вас меньше 30% здоровья, шкала у ворота пополнится быстрее. Снова видите, здесь нужны руны. Либо как можно делать, не использовать сразу руны, а просто пробежать полностью этаж. Когда уже все, понятное дело, изучим, тогда только бежать либо в магазин, либо уже тратить на сундуки. Такое. Такое-такое-такое. У белого странного снова хочет сыграть в кошки-птички. Так, пройдись с загадочным созданием, потому что не скрылся. Да, тут жопа, поэтому лучше бежать. Чем быстрее, тем лучше. Согласен. Фух, успел. В восторге от погони, она признала свое поражение. А это какой-то легенде есть, да, типа птица, полу-человек, полу-птица. Найден предмет, загадочное яйцо. Не спешим никогда отсюда уходить. Теперь я могу это дело все зафармить. Я такой, знаете, чисто, фарм места. Так, всего и всем. Ладно, пока ты бежишь, чтобы не сдохнуть. Так, талисман дает три самоцвета. У-у-у. Ладно. Ех. Ну, типа, халявный опыт. Вот видите, то есть, я не могу атаковать с той стороны. Но я могу стоячи здесь, атаковать здесь. Плюс эффекты врагов, как вы видите, не атакуют по мне. Гану, иди сюда. Пой. Ни хрена. Да пошел ты к черту, чувак. Нифига себе, он меня чуть не убил. Теперь я обязан от них зафармиться. Нифига себе, ген. Ха. Ух, нет лист, да. Иди сюда. Катatl нифига ты мне так долго фармил так плюс еще дверунки пока везет слова вот звук монет был а что мне дали непонятно на только что-то как-то не вижу опыт который мне хотят дать почему-то не дают просто идешь задом и стреляешь все ах замню к я я видите из того что камера мне не показывает где там враги враги могут по мне попадается далеко а их нет главное чтобы меня не закрыли в ловушку активирую область также восстанавливают а обелиск все отлично восстанавливать здоровье это очень хорошо теперь я смогу еще и регенится теперь я могу еще и регенится на самом деле если ты не успеваешь птица просто пропадает и все мужичок опасный ты ой там еще один так и так не понимаешь что-то за целью такую так все зачистил вот видите вместо того чтобы стрелять она как-то начинает правой мышкой стрелять вот что это такое ну а давайте может это мне ломать из-за помощи в прицеливании попробуем без помощи что получится так она все равно да нужно будет сейчас магазин заскочить купить себе что-нибудь хотя бы отхил грибы я кстати так и не нашел ни одни грибочки ну а тут же у меня отхил или есть давняя по ходу с мышкой проблемы это плохо это очень плохо плевать если мне все равно все сломато грибы я вообще не увидел возможно на третьем уровне хотя мне нужно три гриба как было сказано не вижу на самом деле здесь вообще никакого смысла не хочу оставлю лучше на сундуке мы либо может быть сейчас еще где-то один магазин а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не понимаю Что я понял, как работает здесь автострельбам Ух, ни хера себе А, то есть это ловушки он делает Получите 2 случайно божественного предмета Пожертвовал 20 максимально 100 То есть у меня будет хп меньше 70, но я получаю 2 божественных предмета Окей Боже, благодать и ускоряет Уворачивайся до дара, вы наносите урон огнем Повышать активный сфер, здоровье и сфер ярости Окей Да Да А можно было в принципе проверить левила будет ладно сходим туда сюда а я грибы нашел постротив был неотъемленный ингредиентов любого лицебного снадобия втором виде он был ядовитым но умелый зелевар мог бы без вреда вы вы сводите его полезные свойства так один из грибов есть один из трех даешь ничуть не думаю что я буду сквозь противников скользить на самом деле неплохо поджигает ну блин я не спорю предмет мне дали хорошим однако эти мне дали не очень хорошие артефактом она хотя бы золото буду фармить и лвл апнем бы желательно сделать кто-то вложил в этот объект великую силу так восстановлю здоровье до максимум в начале нового яруса это последний ярус алло зачем мне даете дерьмо и замечу что большинство предметов одну ну выглядит очень одинаково индиетично друг другу не возможно типа если сражаться чисто в кругу подпаливать врага и отходить от него по кругу тогда это довольно хорошее лечиться для меня затей будет я хочу его лапнуться пока босса нету говорится умирать так умирать ловушка которая отравляет попавшим не врагов и я наносит врагам периодический урон и снижает их силу атаки создает тучу которая время от времени бьет врагов молнии а подождите это и обменял выбросите ловушку которая оглушает попавшим не врагов то есть я только что просрал хп ради большинства я подумал я его прочел ладно они одинаково выглядели поэтому ей подумал что-то одно и то же теперь то чувство когда ты умираешь двух тычек это было бы два денежек новинное исцеление что же может быть полезней я даже не знаю в этой ситуации так еще один проход вот это называется и затупил и не прочел что там было написано и пожалел потому что я потерял 20 хп шаг и в обмен на что на то что мы нихера не используем значит враги которые не исчезает они могут стать скверными на еще два прохода еще два прохода я могу конечно активировать вот это потом активировать сульту посмотреть что из этого выйдет на бойся но почему-то мне кажется что я вот останется на лук и я умру вот у меня очень и предчувствуем так без она временно получает больше опыта надо отдавать было раньше так запоминаем цветок это очень хорошая вещь слушайте поджог на самом деле не очень такой плохой предмет блин ладно война ли влево потом направо все равно цветок уже заканчивается я просто понимаю что еще вот это у меня побьет там где сокрытая тайна награда можно получить знанием но там где ждет награда таится и опасно чем шифр был настолько важен что привлек бабулю маргарет за удачу вас в кресло в кресло в крикнула в закрикнула она так короче чисто на право идем ты чувствуешь когда у тебя хп на 2 ударом просто вау ну 1500 зато зато золотишко ну так как здесь три этажа и босс и магазин я очень надеюсь там есть предмет который увеличит мне хп поехали дает бы божественный предмет предмет так божья благодать спутник сооружащий в ближнем бою и наносит урон от молнии собирая здоровье оставляя вам всего одно очко дает щит за каждую отнято очко здоровья то есть если я сейчас его активирую считайте я полностью буду с одним хп против босса так несколько секунд вы уворачиваетесь без ограничений да божественная реликвия ай фиг его знает слышите не ну конечно молнию возьму ну что работяга пошли рады надеюсь ты мне поможешь сейчас заходим тогда я использую ульту использую этот активку и вздыхаем от одной тычки сразу же ну поехали на сей раз перед героем кружу на размытую урагане зависеть и злобы словно одного зверя по чуду еще мало перед ним явился второй чувак это больше атаковать спасение хрипом сдохом второе чудище и спустила дух несчастные жертвы скверные наконец собрали покой у нас я убил босса серьезно просто налог хп ефтиш ефтиш ладно навыки длительность 11 секунд ну блин слушайте на самом деле мы довольно быстро разобрали первого ну конечно если вы не в ксцена я бы его сразу убил ладно это было что то чем то мне нужно тогда получать сапнуть но видите в чем херня то есть я не могу этот уровень еще получить хотя подожди мне 6 а ну принципе да правильно мне нужен восьмой тут еще два уровня взять и прокачать что это из этого ну блин каждый раз по 9 процентов буду получать но это хорошая вещь но мы справились боссом впереди тропа которую предстоит очистить и жемчужина жизни которую нужно восстановить царство и найда им матери зверей и духа воды но перед тем отправляется в обитель духом нужно предупредить семью о новом пах проходим она на самом деле еще придется два раза пробежать это место потому что что но пещеру ими виду потому что что правильно потому что нам нужно с вами еще заполучить три два гриба с помощью которых мы сможем прокачаться вот вы нашли предмет обычный гриб один нам нужно еще два но брат вернулся старше видеть сына больным было мучительно но все же лучше чем не видеть его совсем мэри знала что ее миссии станет забота о марке марк должен был предупредить их об опасности пусть ему и тяжело было говорить он начал перечислять дарить деревне и жители которые бежали или что хуже попадали под влиянием это херенов вскоре устал его одолеть его и он усоснул мэри вспомнила что слушала о травнике из пещеры кальдипта у которого должно быть тысячи листьев для марка берксон представляет вновь спуститься в коварные пещеры в поисках травника надо будет сделать все таки потише музыку и голоса немножко потому что все равно рут единокровные мертвы и паломники в пещерах больше ничем не угрожают но героям предстоит сделать последний шаг воины знали только что где-то в глубине пещер раскинулись древние залы обитель духом который расскажет им что происходит отныне марк был вне опасности лихорадка прошла и он почти встал на ноги с возвращением братишка сказал кевин а это тот самый гриб который нам нужен с эти годы он избегал конфликтов и жил в гармонии с природой но как любил говорить дядя бен берксон скорее разучит ходить чем драться так ну что сейчас взглянем что мы вообще получились всего это когда маргарет расшифрует таблицу рэя сообщат берксоном новый соединение если ресурсов будет достаточно он сможет усилить семью да мудрец тайны мира открывает книги а слова эти мудрецов помогут и людям и зверям так теперь вам доступна книга знаний маргарет изучаю бирель ферзу в подземелье маргарет обретает древние знаки который помогает берксоном в странстве а еще одно целое древо потом так немножечко потише музыку сделать как то так так есть новый диалоги лучше бы бан учила рисовать они показывают свои фокус-покусы при каждом удобном случае марк читал книги о травах и мазях интересный интерес к медицины у наследовал от бабушки маргарет прекрасно понимала что знаки и символы редко очевидны и никогда не объясняет напрямую она знала что обнаружил причину скверно будет непросто так а вот теперь как раз и глянем что там у нас появилась домоводство увеличит количество получаемого 40 морвы это количество денег больше получаем память светильщиков усиливает эффект святилищ увеличит количество опыта получаемый за победу над врагами вот это я хочу мудрость я хочу знание реликвий дает 2 ячейку для божественной реликвии и сокращает их перезарядку прикольно тоже знаток самоцветов увеличит вероятность получения самоцветов знание рун открывает руны для разных ячеек повышает прочность урон ну ладно блин и я не знаю тоже слушайте я бы такой чтобы конечно увеличить добычу а я смогу отсюда меня и дам блин олам походу по мне придется все отдать его золото получение а мне не хватает на мурав придется много фармить фармить мы будем тогда в следующей серии возможно а возможно нет когда маргарита расшифрует таблицу рей сообщает берксон нового и сведения если не то будет это кто-то хорошо принципе все а подожди может быть у меня в библиотеке что-то улучшилось берксон и мэри парк вдумчивый целеустремленный и внимательный марк рано поняла что во внешней мере ответов на все вопросы ему не найти тогда он сосредоточился на мере внутренним мэри часто рассказывала историю о том что как он потерялся в лесу и говорил что этот эпизод стал поворотом его решение пойти в монаху будучи подростком марка вместе с отцом джоном и сестрой линдой пошел на охоту вепри наполнаться и ранил его и марк погнался за зверем чтобы его прикончить преследуя вепри он сбился с пути и упал во враг его нашел его выходил монах который рассказал ему от жизни в гармонии с природой после несколько дней марка вернулся к умирающему от без покойства родным и стал новым членом он оказался брать его руки оружие и есть место животных это принцип он несмотря на не одобрение отца придерживаться много лет повзрослев он заинтересовался занятием бабушек в частности древними языками и знахарством уже молодым мужчиной он вновь посвящал повстречал монаха который спас ему жизнь много лет назад и на этот раз сам решил надеть властницу хотя родители против маргарта убедила их в правительности его решений и личность проводила марка в лесной монастырь за годы проведения монастыря он обучился боевым искусством и медицине даже за стенами монастыря рядом с родными он продолжает скучать по спокойным медитациям медитации под сенью древних деревьев окей предметы вам уже благодать но здесь на самом деле спутники хорошие очень спутники помогает мисс божественные реликвии наверное но столб который молнии херячил и меч остальное в принципе такой себе талисманы по талисманам я могу отметить кровавая жертва получите случайный божественных предмет то есть либо я получаю божественные так сказать благодать либо реликвии да то есть там не говорится что и именно получаем брена было руку еще взять чтобы заполнить этот обелиски вот оно что то есть на самом деле они не один были одинаковые вы просто ресурсы разные все я понял как это работает а что за документы разные сведения что это тоже пока что об этом ни словом так а что с яйцом который мы кстати получили информация есть или эти просто это как золото короче хер с ним ланька всем спасибо за просмотр стартилки подпишитесь на канал комментируйте всем удачи всем пока короче подумал так буду наверно смешивать с другими играми короче как со спайра то-то то-то тяпля поиграл в то поиграл в это чтобы так сказать не перегореть и не бросить эту игру как многие игры которые я играл до этого поэтому всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока